Из Византии. И как он назывался? Путь из Варяки. Путь из Варяки. Совершенно верно. Салима Микитова так спокойно и основательно ведет урок, что кажется, будто за ее плечами большой стаж. На деле же девушка пришла в школу лишь полгода назад, сразу после института. Но благодаря таланту, труду и открытости, она быстро завоевала уважение и коллег, и главное детей. К ним у Салимы свой личный подход. На одной волне с детьми быть необходимо, потому что вы понимаете жестами, словами, какими-то шутками, о чем они говорят. И когда в процессе урока можно словить эту волну и ее продолжить, то выходит забавно и интересно. То есть им это нравится, мне тоже это нравится. Дети для меня это заряд энергии и, безусловно, ту любовь, которую они мне дарят, я дарю им в ответ. И у нас такой симбиоз некий получается. Этот симбиоз успели оценить не только в родной Адагихабльской школе, но и на всероссийском уровне. Совсем недавно Салима Микитова стала лауреатом 19-го всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2024» в категории «Молодые учителя». Это один из престижнейших профессиональных конкурсов, организованный ассоциацией лучших школ и фондом поддержки российского учительства при участии общероссийского профсоюза образования. В этом году в нем приняли участие около 2000 молодых педагогов, а в финал, что прошел в Санкт-Петербурге, вышли около 200 человек. Эмоции, которые я испытала, наверное, гордость за свою школу, за своих детей, за то, что они мне дали возможность. И тот опыт, который у меня был за спиной, это дало мне возможность стоять на этой сцене и получить эту награду. Но я бы сказала, что получив эту награду, вот она моя, я сказала бы, что это не конец, а только начало пути. Профессиональный путь с Алимой Микитовой, мы надеемся, будет долгим и успешным. Все предпосылки к этому у нее есть. И, конечно, девушка сама понимает, что одна победа, пусть и такая значимая, лишь веха в ее карьере. Поэтому в планах у молодого педагога не только учить детей, но и продолжать учиться самой.